Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 26 апреля вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Аналитики предрекают России чуть ли не рекордный урожай пшеницы. Таможенная служба перестает публиковать статистику. Индонезия объявляет эмбарго на экспорт пальмового масла. Эти и другие события недели далее в выпуске. Начнем по традиции с обзора тенденции на зерновом рынке. С 27 апреля пошлин на экспорт пшеницы вырастет до 119 долларов за тонну. В связи с праздниками эта ставка будет действовать до 5 мая. Далее, по прогнозу Союза экспортеров зерна, пошлина еще немного вырастет, возможно, даже до 122 долларов за тонну. А вот с 13 мая начнет снижаться. Сначала до 110-115 долларов за тонну, а к концу мая до 105 долларов за тонну. Пошлина следует за экспортной ценой, которая снижалась и продолжает снижаться. По данным Росагротранса, пшеница с протеином 12,5% с поставкой в мае на базе Сифо подешевила до 368 долларов за тонну. На фоне сохраняющегося низкого спроса. Такую же тенденцию подтверждает и Российский зерновой союз. Египет, Алжир и Ливия основные покупатели снизили закупки и цена опустилась даже до 365 долларов за тонну. Это на 70 долларов дешевле, чем стоит европейская пшеница. В глубоководных портах пшеница 4 класса стоит 17 500-17 800 рублей за тонну, на малой воде 16 000 рублей за тонну без НДС. В Росагротрансе отметили, что активность торговли была низкой, в регионах цены отличаются незначительно. Экспортная пошлина на ячмень и на кукурузу, напротив, будет снижаться. С 27 апреля пошлина на ячмень упадет 76 до 73,3 доллара за тонну, на кукурузу 66 долларов до почти 55 долларов за тонну. Примерно в этом диапазоне плюс-минус 2 доллара пошлины на эти культуры останутся до конца мая. Как вы помните, Россия ввела дифференцированное ограничение на экспорт зерна. В страны дальнего зарубежья зерно вывозить можно, но только в рамках квоты и только заплатив плавающую пошлину, а вот в страны Евразийского экономического союза экспортировать зерно запрещено, если только речь не идет о семенах культур. Запрет для стран ЕС был введен для того, чтобы предотвратить реэкспорт пшеницы в третьи страны, например, в Узбекистан и Таджикистан через Казахстан, который у России покупал зерно, напомню, беспошлины. Тогда Минсельхоз РФ объявил, что страны Евразийского экономического союза уже купили достаточно зерна, чтобы удовлетворить свои внутренние потребности. Но вот оказалось, что эти потребности все-таки не удовлетворены. Казахстан намерен оспорить запрет, который ввела Россия, объясняет это нехваткой зерна для переработки. Как сообщают СМИ, решение России привело к росту цен на рынке Казахстана. Там сельхозпроизводители просят за тонну пшеницы 160 тысяч тенге. Это свыше 26 тысяч рублей. Союз зернопереработчиков Казахстана сообщал, что половина мельниц в стране либо остановилась, либо работала без запаса в связи с такими ценами. Еще свежа память аграриев о том, как распределялась субсидия на зерно в рамках демпфера в 2021 году. А правительство уже вот-вот выделит субсидию 2022 года. Из прежних ошибок, на которые указывали сельхозпроизводители, Кабмин учел только одну. Теперь субсидия будет выплачена до, а не после посевной кампании. А вот объем субсидий, к сожалению, остается неизменным – 10 миллиардов рублей. Субсидия, данная в виде авансового платежа, даст аграрием дополнительные ресурсы на приобретение всего необходимого, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин. Есть такое правило, если Кабмин вводит какое-то временное ограничение, то оно, скорее всего, будет пролонгировано, нежели отменено. Фермеры это почувствовали раньше, вот производители удобрений чувствуют это сейчас. На этой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил, что практика, когда на экспорт удобрений вводится квота, будет продлена и в сезоне 2022-2023. По словам министра, благодаря этой мере удалось без сбоев пройти пиковый спрос на удобрения в феврале и марте. В то же время вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что на минеральное удобрение будет также действовать заморозка цен. Она будет продлена до июля 2023 года. Заморозка цен со стороны производителей удобрений, напомним, была мерой добровольной, и к этому вопросу компании вернутся к концу мая. Удобрения по сниженным ценам положены всем, так что обращайтесь в региональные министерства за разъяснениями, как, в каком количестве вы можете удобрения приобрести. Отличное и хорошее состояние зимых посевов побуждает аналитиков рынка делать высокие прогнозы по валовому сбору зерна. По пшенице самый большой прогноз делает компания Савыкон. Андрей Сизов полагает, что страна может собрать 86 миллионов 400 тысяч тонн пшеницы. Это больше, чем когда-либо собирала наша страна. По зерну в целом наивысший прогноз у Росагротранса 132 миллиона тонн. Это не рекорд, но тоже близко. Наивысший результат по зерну Россия получала в 2017 году 133,5 миллиона тонн и в 2020 году 135,5 миллиона тонн. Международный совет по зерну и GC пока дает самые скромные оценки. Следить за тем, как близки прогнозы аналитиков к реальности, становится все сложнее и сложнее. Еще с 25 марта Минсельхоз России перестал публиковать еженедельный обзор аграрных рынков, где содержалась информация о внутренних и экспортных ценах, о ценах в разных федеральных округах, о ценах на биржах, а также об объемах вывоза зерна. Ведомство также перестало публиковать в разделе аналитика информацию о ходе полевых работ. Бюллетени, которые содержали информацию о внешней торговле, ранее выпускал и Центр агроэкспорт, а также Центр агроаналитики. Теперь этих бюллетеней найти не удалось. Федеральная таможенная служба на прошлой неделе официально объявила, что временно приостанавливает публикацию данных об импорте и экспорте всех товаров. Объяснение сделано это во избежание некорректных оценок и спекуляции. К тому же примеру последовал Росморречфлот. Статистика грузооборота морских портов России тоже пока будет недоступна. Новости из мира наших смежников. Брянский тракторный завод временно приостановил производство продукции из-за того, что на предприятие не поступают машинокомплекты из Харькова. Предприятие договаривается о том, чтобы производить эти необходимые составляющие на Минском тракторном заводе. Кроме того, изготовление коробки передач планируется освоить на собственном производстве Брянского завода. Еще в апреле сообщили об уходе с российского рынка шведская компания SKF, которая производит подшипниковые узлы и сотрудничает с компаниями Гаспарда, Григоар Бессон, Нью Холланд, Гринплейнс и другими. А также ушла американская химическая компания FMC, известная рядом пестицидов, в том числе гербицидом для подсолнечника под технологию «Экспресс». Беспокоиться из-за ухода FMC, конечно, не стоит. В России достаточно и своих производителей пестицидов, но у них, к сожалению, тоже возникают проблемы. По словам исполнительного директора Российского Союза производителя химических средств защиты растений Владимира Алгинина, с 1 марта действующие вещества увеличились в цене как минимум на 20%. А кроме того, серьезно подорожала логистика. Например, в начале года доставить килограмм ДВ авиатранспортом из Китая стоило 10 рублей, сегодня уже 45 рублей. По словам Алгинина, розничные цены на средства защиты растений не компенсируют возросшие затраты производителей пестицидов. В комментариях к прошлому выпуску мы прочли, что от наших новостей у вас настроение пропадает. Не отчаивайтесь, друзья, мы попытаемся найти что-нибудь хорошее. Вот, например, в пятницу президент Индонезии объявил, что с 28 апреля страна запретит экспорт пальмового масла, а также продуктов его переработки. Индонезия – крупнейший экспортер этого растительного жира, на нее приходится более половины мировых поставок, а значит, в ближайшее время предложение растительных масел на рынке сократится, а мировая цена на все растительные масла обязательно вырастет. Это должно поддержать и Черное море. По крайней мере, падение цен на подсолнечник, по данным Савэкона, уже замедлилось – до 41 тысячи 325 рублей за тонну без НДС. Но если эта новость вас все-таки не вдохновила, то просто посмотрите видео, которое прислал наш читатель и зритель, донской винодел Николай Молчанов на картинке хутор Старозолотовский, который считается самым красивым населенным пунктом в Ростовской области. Яблоня зацвела. Ну и, конечно, цветут тюльпаны. И на фоне храма. Конечно, тюльпаны цветут красавцы. Вот такая вот она красивая весна на Дону. Конечно, жизнь и работа в селе должна приносить людям доход. Но радость ведь она тоже должна приносить, правда? Друзья, делитесь с нами вашими маленькими радостями. Присылайте по WhatsApp, по почте ваши фото, видео. Мы будем искать вдохновение, чтобы жить и работать все вместе. Ведь когда есть вдохновение, то и трудности преодолеваются легче. На этом наш выпуск завершен. Не теряйте оптимизма. Оставайтесь с нами и ставьте лайки. Так вы помогаете наши новости показать большему количеству аграриев. До новых встреч. Пока!